Элио Пикчерс Лимитед представляет Фильм Димитрия Лагазетиса Потерянный ангел В фильме снимались Элисон Истуд Джат Нельсон Николас Селозик II Си Томас Хауэлл Невали Эдвардс Юджин Липинский в роли детектива Зелински Джон Рис Дэвис и другие Композитор Тревор Моррис Оператор Пол Мичник Продюсеры Николас Селозик II и Фредди Брейди Авторы сценария Николас Селозик II и Димитрий Лагазетис Продюсер и режиссер Димитрий Лагазетис Продюсер Димитрий Лагазетис Продюсеры Николас Стоять Не сместно Ты слышишь меня осел? Если подожжешь полотенце ты очень сильно пожалеешь Брось мечку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас заставят отрабатывать разные версии. Я им наврала про пистолет. Ну и нормально. Но пока они нашли только нож. Ножом займусь я. Может, лучше сказать правду? Нет, 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 нет. Пистолет лучше. Да. Конечно. Черт. А представь, что я чувствую. В каком смысле? Это же я сказал. Бросай спичку. Следствие все установит. Проклятие. Послушайте, все так рады, что мы его взяли, поэтому проблем не возникнет. Радость скоро пройдет. Кстати, в прошлый раз пиво покупал я. Лучше что-нибудь покрепче. Что ж, пойдемте. Идем. Когда он понял, что арестован, он понял и то, что все это время просидел в собственной блевотине. Прошу прощения. Мы же за столом. Я же просила двойной. Ладно, хорошо. Принесите мне четвертной. Спасибо. Это уже третий. Зато буду хорошо спать. Это уж точно. Как младенец. Что там были за надписи на месте преступления? Зачем тебе это нужно, Бэнкс? Мы ведь его взяли. А может, вы взяли не того? Перестань, Бэнкс. Извини, я не хотел. Не оправдывайся. Надписи были красного цвета, а в подвале мы нашли три банки из-под краски. Нужно внести это в дело. Это косвенные улики. Этот парень выслеживал Пам Моррисон две недели. Вот она и обратилась в полицию. Бэнкс, ты хотел бы, чтобы он ее убил? Нет, просто внесите это в дело. Мы уже привлекали Уолл за убийство Фишберна в прошлом году. Которую он действительно совершил. Но его оправдали. Бэнкс, скольких он уже убил? Двух? Трех человек? Нам известно, что двух. Но Пам Моррисон не тот случай. Он хотел, чтобы мы нашли ее. Подумай. Он сделал какие-то надписи. У предыдущих двух убийств совсем другой почерк. Он скидывал трупы в реку. Да, он избавлялся от тел. Надеюсь, он получит вышку. Я тоже. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Вы в порядке? Просто супер. Отвези меня домой. Хорошо. Поганая свинья. Решила меня закрыть, но не вышла, да? Иди и занимайся своей работой. Я буду за тобой следить. Есть решение сюда. Вы не можете к нему приближаться? Теперь лучше оглядывайся по ночам. Мне всё равно делать нечего, так что я приду. Давай, убей меня. Вы тоже не должны к ней приближаться. Я оставлю дверь открытой. Я приду и вышибу тебе мозги. Я подстрелила тебе ногу, а теперь подстрелю задницу. Я подстрелила тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Похоже, ванну не принимал больше месяца и столько же не чистил зубы В парке есть нормальный туалет Там антисанитария Тебе нужно хоть немного привести себя в порядок Я помогаю тебе только из-за денег Слушай, мы взяли не того парня Брайан Волкс психоубийца, уверяю тебя Согласен, этот кретин любит позабавиться с огнем Но он не убивал Морриса Говорю тебе, это он Ты послал нас по ложному следу Все коту под хвост Вы сами облажались, я не виноват У нас еще один труп Да Пока Брайан сидел в тюрьме Ну а я-то здесь при чем? Убийца подвешил и все трупы на складах На складах? Да Знаешь что-нибудь об этом? Съезди в западный округ Ты что-то знаешь? Сгоняй в западный округ Откуда такая информация? Это дело рук бродяг, им за это платят Каких еще бродяг? Таких же, как и я, которым нужны деньги Они взламывают склады и затаскивают туда трупы Кто? Кто за это платит? А вот этого я не знаю И кто эти бродяги, я не скажу А выжить бездомным очень трудно А мне не нужны враги среди своих То есть бомжам платят за то, что они избавляются от трупов? Нет, нет Этого я не говорил Тогда что? Говорю тебе Съезди в западный округ Он очень подавлен, но все же он вас примет Спасибо, Маргарет Вы знакомы? Билли, это Маргарет Пять лет она заменяет отцу Кевина уши Я церковный секретарь, прошу вас Вчера вечером она была здесь? Она занимается допоздна До которого? Я ушла в семь, она еще была здесь А кроме нее? Только отец Кевин Но он глухой и не слышал, когда она ушла Кроме этой есть еще двери? Та, что выходит на задний дворик Ясно? Вот здесь все и произошло С чего вы взяли? Он был здесь, я чувствую Она выбежала к своей машине, которая до сих пор здесь стоит Достала телефон, чтобы позвонить в 911 И споткнулась об мусорное ведро Уверена, на телефоне мы найдем ее отпечатки Это Палмер, пусть криминалисты быстро подъедут к церкви Святой Риты Почему вы так уверены? Вы ведь к этому моменту ушли Но никто ничего не слышал Здесь же был только глухой священник А соседи? Я уже расспросила их Кто вы? Вы были здесь? Это монах Теддиус, я забыла, он был здесь Вы что-нибудь слышали? Он не разговаривает Один глухой, другой немой Замечательно Уверяю вас, здесь ничего не случилось Маргарет, поймите меня Я не могу основываться на ваших догадках Это не могло здесь произойти? Только не здесь Вот Это вступительные слова обряда Джанасарет Отец жертвует своего первенца Урокиану Я отдаю своего первого сына Баалу взамен на его милость А это Жертва, приносимая на протяжении 20 дней Одну секундочку Святой Отец, вы уронили деньги? Он глухой, читает по губам Я хотела убедиться в этом сама Вот Возьмите, книга написана в 19 веке Можно посмотреть? Джанасарет Они боготворили Урокиана Так звали дьявола перед тем, как он получил имя Люцифер Моисей послал войско, чтобы по приказу Бога уничтожить Джанасарет Левитам были переданы глиняные таблички с надписями На протяжении четырех тысячелетий обряд Джанасарет производился сотни раз Со дня начала обряда и до его завершения каждый день происходило жертвоприношение И все жертвы должны были быть найдены А для чего производился обряд? Принеся 20 жертв, человек мог впоследствии править в аду под покровительством Урокиана Двадцать? Да, так что теперь это будет происходить и днем, и ночью И закончится только по истечении трех недель Святой Отец, где вы провели последние сутки? Здесь Нет, я вас ни в чем не подозреваю Просто мне кажется, что ваша жизнь в опасности Все эти действия нацелены против вас Убийцы знают ваше увлечение и убивают ваших прихожан Вы мне можете что-нибудь рассказать? Что касается исповеди, то нет А что, в исповедях было упомянуто что-то связанное с этим? Нет Я не могу сказать Вы не хотите, чтобы убийства прекратились? Это ваша работа Святой Отец Спасибо 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 Итак, у нас два послания Отец жертвует своего сына Баалу И каждодневная жертва, приносимая на протяжении 20 дней То есть планируется еще 18 убийств, предположительно в день по одному убийству В Лафаэте был подобный случай Отомстили священнику и иезуиту Наш убийца Оскорбленный юноша Мучил и убивал своих жертв, придерживаясь спиритуальных обрядов Игнатиуса Лайолы Он убил всех прихожан И в каждом отдельном случае он воплощал новый обряд Мы установили слежку за священником И когда появился убийца, мы его взяли А он что здесь делает? Пришел задать тебе несколько вопросов Детектив Зелинский прикреплен к расследованию убийства Моррисон Брайан Уолл подал жалобу на наше дело Завтра нас всех будут допрашивать Ребята, за работу! У нас каждый день всплывает новый труп Что здесь происходит? Продолжайте Инспектор Палмер У меня есть к вам несколько вопросов Не сейчас Если вы не понимаете, то я вам скажу Мы здесь не бездельничаем, а работаем Святой Отец, прошу вас, продолжайте Так вот, возможно, наш подозреваемый Это белый мужчина с искалеченным детством Католик, прихожанин церкви Святой Риты А может, сторож? Отстаньте от этого Брайана Уолла Пока он главный подозреваемый Но только у него есть железное алиби Притом по вашей вине Бэнкс, он был сторожем в этой церкви Следствие ведь установило это Или я не прав? Он прав Билли, его уже отпустили Возможно, первое убийство совершил он А второй его подельник Или же второе убийство просто скопировал кто-то другой Мы пока точно не знаем Но думаю, он причастен Я в этом уверена Хорошо Я приставлю к нему человека Да, самого лучшего Плюс пошлите людей в церковь и в дом пастора Джулиан, что у тебя? Мой парень посоветовал проверить склады в западном округе Ясно А он сказал, откуда у него эта информация? Слухи, Билли, слухи Продолжай с ним работать Он мне уже надоел Каждый раз, когда я к нему прихожу Он начинает жаловаться на свое детство в Серовском приюте Прочесать все склады в западном округе несложно Да, но беда в том, что каждый последующий день готовит нам по новому трубу Придумайте что-нибудь лучшее Ты там? Да Ну что? Ничего, кроме снега Понятно Слушай А ты... Что я? Ну, в смысле Со своей напальницей Отвали Не злись Мне просто любопытно Да, мы с ней помирились Я и сам вижу Она ведь твоя напарница Ну, не совсем напарница, скорее босс Я же сказал, мы с ней помирились И правильно сделали Мне было просто любопытно А что такое, тебе нечем больше заняться? Похоже, у нее очень бурная личная жизнь Какая там личная жизнь Ну, с такой сестрой А что с ее сестрой? Я сам хотел тебя спросить Я же сказал, отвали Черт, пролил кофе, замечательно Бэнкс, твои парни упустили Олла Так что теперь ищи его сам Приятно было пообщаться Пошел ты, Бэнкс Проклятье Кто внутри? Монах Тедиус и глухой священник Никто не заходил, никто не выходил Вижу, ты измучился Все, иди поспи, давай Ты уверена? Да, я тебе это говорю весь день Давай, я сменю тебя Давай Ладно Если что, звони Посмотрим Никаких посмотрим Звони Пока Субтитры сделал DimaTorzok В ста метрах от предыдущего трупа Мне нужен план церкви и дома священника Зачем? Кто-то убил его и перетащил сюда Пока я все это время сидела в машине Я ничего не слышала и не видела Ты нашел Брайана у Олла? Нет Теперь убедился? Мы упустили его, и вот тебе труп Падре Падре, скажите, что это? Это означает пастух А что это, я не знаю Пастух Пастор, в смысле священник Нужно приставить к нему охрану У него есть враги Только поделикатнее он может расстроиться Знаете, я просто поражаюсь Вы что, кого-то покрываете? Смотрите, если я что-то узнаю, вам не сдобровать Господи Билли Билли Доброе утро Может, хоть джинсы наденешь? Слушай Дай мне денег на покраску волос И позволь сделать завивку Тогда я от тебя отстану Никаких крашеных волос Никакой завивки Никаких татуировок И никакого персинга На всех стаканах следы от твоей черной помады Купи себе что-нибудь более стойкое Что случилось? У меня сегодня разговор с ребятами из службы внутренних расследований И что ты будешь делать? Врать Про твою сестру снова напечатали Я не хочу об этом говорить Простите А эта инспекторша живет здесь? Вы ее сестры? Да нет, не переживайте Она задержала парня, который избил меня А когда я прочитал, что про нее написали в газете Мне стало обидно Она прекрасный человек Спасибо На нее оказывают... Огромное давление Да Куда вы идете? В школу Вы когда-нибудь слышали о группе Металлика? Кто же не слышал? Мало кто об этом знает Но они сегодня дают концерт в клубе Астарт на Оуклаун Правда? Можем вечером встретиться, я вас проведу Обещаю Ладно Это вавилонские письмена Здесь говорится, что у пастуха умирает стадо А вы тот самый пастух? Ясно Может поговорим все-таки? Отлично Итак, вы были здесь Да, я сидел в этом же кресле А где был монах Тедиус? Келья монаха Тедиуса вот здесь То есть прошлой ночью вы были здесь одни? Когда вы в последний раз видели Тедиуса? За обедом Он вам что-нибудь говорил? Нет, нет Вы что? Монах Тедиус дал обет молчания Мы общаемся только через интернет У вас сохранилось его последнее сообщение? Билли Этот человек праведник Пока я не найду других подозреваемых, буду отрабатывать его Вот Последнее сообщение от монаха Тедиуса Ясно Скажите, а из церкви есть какой-нибудь потайной выход? Нет Ваш дом держали под наблюдением четыре человека Он хорошо освещен Видны были все выходы Может вы наконец перестанете лгать? Прошу вас извините Я что-то очень сильно устал Сходи в суд и получи всю информацию по отцу Кевину и по церкви Святой Риты Я имею в виду возможные иски, судебные запреты, полицейский отчет и в общем все и побыстрее Подвал? Ты точно не хочешь провести выходные с собой? Не в этот раз, Бэнкс А где Джулиан? Я отпустила его домой, чтобы он поспал Зай, сажу принесу ключ Не надо, у меня кое-что есть Не ты ли клевать, что никогда не используешь отмычки? Просто сейчас нет времени Да уж Замечательно Ключ Теддиуса от венного погреба Так, картина начинает проясняться Значит, он открыл дверь И оставил ключ здесь Но как он ее закрыл? Не знаю Теддиус, вероятно, спустился сюда за вином и получил бутылку ПГД Так сказано в заключении патологоанатомов Преступник, должно быть, знал, что он спустился и поджидал его Иди сюда Взгляни Он оставил нам визитку Видно, знал, что мы тоже спустимся Может, это для отца Кевина? А как он выбрался? Почему ты говоришь, он? Может, это женщина? С чего ты взял, что женщина способна на такое безумие? Я же видел тебя в деле, забыл? Нет Женщина не станет оставлять одежду на монахи и раздевать других женщин Это дело рук мужчины Иди сюда Кажется, я что-то нашла Отлично Теперь мы знаем, как они вышли отсюда Установим здесь наблюдение Да Выезжаем Мы уцели, Шерлок Нашли судебный запрет десятилетней давности по просьбе Кевина в отношении некого Роллинса Интересный послужной список Три ареста Один за наркотики и два за хранение оружия Но осужден не был Он подходит по всем показателям Воспитывался в этой церкви Был мальчиком в алтаре Затем увлекся оккультизмом Затать отец Кевина сгнал его После чего парень начал ему мстить Ещё что-нибудь есть? У нас нет А у ФБР? Сейчас посмотрю Фред Роллинс поменял прежний имя на Курату Фамилии нет Владелец ночного клуба Астерт Есть сообщник Брайан Уолл Которого ты так и не нашёл? Ищем билет, ищем Этот символ найден на месте преступления Что это за слово? Пастух То есть отец Кевин? Похоже мстят именно ему Выспался? Да Полегчало? Ещё как Что? Ещё один друг? Да Но, к счастью, появилась зацепка Парень по имени Курата Владелец ночного клуба Астерт Науклаун Рассадник наркоманов и почитателя дьявола Боже мой Возьми Курату под круглосуточное наблюдение И внедри в клуб кротов Понял И узнай про него у своего осведомителя Он потребует наркотики, а у меня их нет Возьми у меня в столе Как ты узнал про западный округ? Значит, из-за этого вернулся? Ты ошибся насчёт Брайана Уолла? Нет Я просто хотел его подставить Убрать его с улицы Больше не вздумай так делать Понял Хорошо Клянусь Богом, я заберу тебя на свалки Я понял, понял Тебе знакомо имя Курата? Нет У него клуб науклаун Называется Астер Там торгуют наркотой? Да И ещё что? Не знаю Что? Больше ничего не знаешь? Нет Брайан Уолл его сообщит Хочешь сказать, Уолл прикрыл его? Что ещё ты знаешь? Классно вас провели, да? Пронесли, труповые не заметили Ты был там? Не знаю Ты меня так накачал наркотой, что я ничего не помню Я накачал Мама Перестань Хватит дурачиться Господи Проклятые бродяги Группа по расследованию особо важных дел состоит из трёх инспекторов У каждого из которых в подчинении несколько детективов Которых мы сами выбираем Я выбрала Джулиана, потому что считаю его лучшим Здесь не курят А я не курю Как вы вышли на Брайана Уолла, инспектор? Нам дали нару Кто? Агент Конкретно Не знаю А кто знает? Лейтенант Бэнкс не мешает в расследовании этого дела Не знаете кто? Кто? А вы переваршите эти газеты и узнаете Вы мне не ответили Мы ответили Кто? Видите, у каждого из нас есть наработки в делах, связанных с убийствами, проституцией, наркотиками И мы доводим их до логического завершения Другими словами, вы используете любые средства Мы будем их использовать, пока вы используете свои Нет, не будете Обращайтесь ко мне, инспектор, или мэм Я веду свое расследование, и вы не лезьте Они плохие полицейские По улицам бродят серийные убийцы, а вы связываете руки лучшим кадром Плохой полицейский ты Мы много о вас знаем, Билли Много, но недостаточно Я бы хотел поговорить о том, что случилось 17 марта 93-го года Что там происходит? Просто мы кое-что откопали Вы зашли слишком далеко Как случившееся 17 марта 93-го года повлияло на вашу работу? Ну-ка, повтори Для меня не существует половой дифференциации Ударишь меня, я ударю тебя Ладно Собираетесь выдвинуть против меня обвинение? Нет Я собираюсь тебе уволить Базит, вы ведете себя как два кретина Я его предупреждала Она напала на меня Через неделю ты будешь уволена Тебе это не сойдет с рук папы Не сойдет, поняла, сучка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Привет, красавица. Чем могу помочь? Ты не хочешь пойти со мной в дискотеку? Постой. Конечно. С удовольствием. Клёво. Хорошая книга. Да. Учитель по литературе не слышал. Наша школьная система? Да. Увидимся. Субтитры делал DimaTorzok Слезь из толпы, Макью. Макью, слезь из толпы. Что? Я говорю, слезь из толпы. Ты меня слышишь? Что это за парень наверху? Я не знаю. Ну так узнай. Субтитры делал DimaTorzok Так, так, так. Нам пожаловал потерянный ад. Почему ты сидишь наверху? Потому что, милая, это мой клуб. Ты здесь впервые, да? А что? Просто ты такая красивая, я бы твою мордашку заполз. Тебе нравится? Как дела? Нормально. Надень наушники. Курат, владелец. Я пока еще не решила, чего хочу сегодня. И все-таки? Ну, мужчину, женщину, рептилию. Я потом тебе скажу. Я сделаю все, что ты захочешь. Где ты ее нашел? Вытащила из академии. Молодец. Спасибо. Я скоро приду. Поторопись. Какая же она клевая, боже. Ну, а для меня уже староват. Что новенького? Ничего. Как твой осведомитель? Ничего стоящего. Как это понимать? Он сдал нам Брайана Уолла с чувством мести. Чтобы мы его упрятали, а зарежем. А что, неплохой хоть? Он был прав насчет западного округа. Он был прав насчет многого. Если честно, меня это даже пугает. Я знаю, о чем ты подумала, но я не могу. Если он так много знает, придется его допросить. Что, было бы лучше, если бы он ничего не знал? Да, потерять осведомителя. Макью, что это за шоу? Тоновый сигнал. Не могу же я говорить сама с собой. В чем дело? Меня пригласили на вечеринку. Соглашаться? Ты так спрашиваешь, будто я тратился. Конечно, соглашаться. Ты же ему безумно понравилась. Хорошо. И держи его поле зрения, хорошо? Ладно. Проклятие. Билли, ты куда? Что случилось? Девушка рядом с тобой, сестра инспектора Павловна. Твоя подруга Азраил сидит там уже больше часа, и никто ее пока не съел. Курата угостит тебя, смертная. Черт. Сколько можно ждать? Я заказал тебе медури. Я не хочу. Я жду свою песню. Вы ведь пришли ко мне? У меня есть джакузи, спутниковое телевидение. Погостю мне недельку, и мы забудем друг друга. Нет. Спасибо. Что ты боишься? Ничего я не боюсь. Просто не хочу. Может, ты проявишь ко мне уважение? Ты пришла ко мне в гости и ведешь себя как последняя сука. Слушай, Сэн, расслабься. Ты пойдешь. И ты тоже. Все, вставайте. Сюда нельзя. Не лезь, как и легально. Сэн, это твой? Я не заказывала. На выход. А вот это ты, Зарь. Я здесь по личному делу. Это моя сестра. Сэн, Сэн, пап, ты, значит, Билли, что ты подстрелила Брайана Уоллера. Молодой, ты все знаешь. В моем клубе у меня никогда не было проблем с законом. Сомневаюсь. Сколько тебе лет? Димнадцать. Мам, пойдем. Костичка. Постойте. Пойдем, не отвечай ему. Сэн, извини, если я расстроил тебя. Мне очень жаль, я не хотел тебя грубить. Приношу свои извинения. Что, милая, хочешь меня застрелить на глазах стольких свидетелей? Нет, Билли, опусти пистолет. Опусти. Что ты делаешь? Мы как раз хотели позабавиться. Эй, мразь. Ладно, идем внутрь. Скажи, Сэн, что ты там делала? Билли, ты что, хотела его застрелить? Ты вообще понимаешь, насколько он опасен? Его подозревают в убийстве. Извини. Я не знала, я просто хотела развлечься. Я правда очень испугалась. Все, успокойся. Только пообещай, что ты больше не пойдешь в этот клуб. Обещаю. Знаешь, а ты стильно выглядишь. Да. Как за трапезная фотомодель. Послушай, ты должна некоторое время посидеть дома, ладно? Ладно. Слушаю. Макью опустила его. Как? Он вернулся в клуб. После чего, не знаю, как будто куда-то испарился. Его точно там нет? Да, да, мы осмотрели все помещение. А его машина? Она на месте? Да, машина здесь, а его нет. Черт. Прости, я виноват. Ладно, я съезжу в церковь. Прости, я виноват. Кто здесь? Да. Это Бэнкс. Вы его взяли? Церковный секретарь. Что? Еще один труп? Угадала. Здесь весь город. Так, все, разойдитесь. Детектив Палмер, это правда, что вы больше не возглавляете расследование? Извините. Сколько людей уже погибло? Много. Это правда, что вы стреляли в безоружного человека? Мы пришлем вам чек. Успокойтесь, я отвечу на все ваши вопросы. Смотри под ноги. Что это означает? Я не знаю, инспектор. А вот это я знаю. Это очень просто. Четыре и шестнадцать. Четверо мертвы, осталось шестнадцать. Лучше бы я его убила. Где Курата? Дома, приехал около часа назад. Скажи своим людям, чтобы они прекратили слишком. Что? Но он же главный подозреваемый. Я сама им займусь, Бэнкс. Это как-то связано с тем, что произошло в клубе? Нет, просто у нас очень мало времени. А этот парень держит свое слово. В день по человеку. Долбанный психопат решил превратить нас в зрителей своего шоу. Но у нас ничего нет против Курата. Но он, как никто другой, подходит по всем параметрам. Вот именно. Как никто другой. Святой Отец, вы ведь хорошо знаете Библию, и, похоже, в ней есть кое-какое предписание, в котором говорится, что можно врать, лишь бы не разглашать церковные секреты. Инспектор. Я говорю о туннеле, в котором побывала я и наш убийца. Я знал, что вы его найдете. Итак, для чего он? Он был построен бывшим владельцем дома. Он связывает дом с могилой его жены. Правда, она сейчас вся заросла. Она находится в восточном лесу. Кто еще об этом знает? Никто. Мы тоже об этом не знаем. Мы обнаружили его случайно. Тридцать лет назад. Откуда у вас этот шрам? Билли. Не вмешивайтесь. Отвечайте. Меня порезала женщина. За что? Я пытался удержать ее. От чего? От грехопадения. Есть вещи, которые я не желаю обсуждать. Я бы очень хотел забыть о них, но не могу. И не должен. И я не буду обсуждать это с вами. А что вы знаете о Курате? Вы отлучили его от церкви. Я не считаю правильным обсуждать тех, кто был отлучен от церкви. Может, вы его разговариваете, иначе я выдвину против него обвинение. Святотец, простите. Вы знаете, что делать? Нет, я не знаю. Не подпускайте сюда эту женщину. Вряд ли теперь это возможно. Она же все знает. Делайте то, что должны. Об остальном позабочусь я. Останьтесь в машине. А вы надолго? Не знаю. Послушайте музыку, расслабьтесь. Это моя сестра. Понятно. Так, так. Это частный клуб. Куда ты ищешь вчера вечером? Вчера вечером. Я был на дне рождения. И там я услышал последние новости. Да, про очередное убийство. Поздравляю, инспектор. Тебя кто-нибудь запомнил на этой вечеринке? Да, да, все 120 человек. День рождения был у меня. Мы справляли его в Мейсон Джок. С днём рождения. Что это? Вот ты и попался, голубчик. Ну, это форменная подстава. Думаешь, если я оставил пальчики, то ты сможешь меня закрыть? Чёрт, аз два. Меня выпустят через минуту. Диспетчер, докладывай 28-й. Пожалуйста, зафиксируйте. Только что задержан подозреваемый на Сьерра 902 Мэри 4. Да, прав, у задержанного нет. Сейчас я обыщу его автомобиль. Это бред какой-то. Заткнись. Стоять! Спасибо, падре. Вы вовремя. Так это и есть подозреваемый? Мотив установлен. Он угрожал отомстить церкви Святой Риты. И как давно? У него нет алиби на время убийства. Глухой священник мог бы это подтвердить. Этот парень сильно разозлил меня. Уверена, я не ошиблась. Я очень на это надеюсь. Нашли что-нибудь? Ничего. Вообще ничего? Нашли наркоту и какую-то порнуху, но ничего серьёзного. Господи, хоть бы это было. И что теперь? Ничего не протоколируйте. Что она намерена делать? Если бы я знал шеф, то, наверное, бы я отговорил её. 50 баксов, что он раскурется. Не думаю. Думаю, обойдёмся без них. Раздевайся. Раздевайся. Да пошла ты. Я говорю, раздевайся. Нет. Ты слышал? Раздевайся быстро. 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 Трёвайся быстро. Трёвайся быстро. Трёвайся. Видимо. Шепот. Наци. Ты слышал. Садись. Тебе не нравятся сильные женщины, да? Хочешь меня трахнуть? Нет, трахнуть я тебя не хочу. Что? Ты не хочешь меня трахнуть? Да. Что? Да. Да, я хочу тебя трахнуть. Не дергайся, он у тебя не встал. Что? Постой, выгляди чуть-чуть. Как ты собираешься меня трахнуть? Дай мне минутку. Напрягись. Что, не получается, пока не убрят? Давай, напрягись, вонди вот меня. Зачем ты это делаешь? Ты отсюда не успеешь, все зашло слишком далеко. Мне нечего сказать. Я не хочу умирать. Не вешай мне лапши на уши. Клянусь Богом. Отпусти меня домой. Пожалуйста. А с чего это я должна тебя отпустить? Потому что я не делала этого. Ладно. Но ты будешь хорошим мальчиком и дашь полицейским свою кровь на анализ ДНК. Хорошо. Поганая сучка. Это было самое настоящее психотическое извращение. Возьмите у него сперму, кожу и волосы. Он убийца? Нет. Я задействовала все психотические рефлексы, присущие серийным убийцам. Что это значит? Как я не пыталась, и реакция не произошла. Он мог сдержаться. Нет. Нужно быть очень хорошим актером. Как ты. Съезжу глухому священнику. За ним следят? Хочу его допросить. Нет. Или отдохни. Это приказ. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Сэнд, когда доберешься до места, позвони. Сэнд, когда доберешься до места, позвони. А Маргарет? Да, помню, вы назвали ее ушами отца Кевина. Скажите, ее все так называют или только вы? Все, кто связан с отцом Кевина. Если это правда, нужно будет допросить информатора Джулиана. Хорошо. Он так и сказал «уши»? Да, так и сказал «охотиться за ушами пастора». Найди ее. Да, и почему вы не сказали мне правду про отца Кевина? В смысле? О чем вы? Вы сказали, этот символ означает слово «пастух». Да, пастух и его стадо. Но дело в том, что этого символа здесь нет. Он появляется потом. А вот этот символ появился при убийстве Морриса. И я хорошо помню, что отец Кевин сказал, что он означает слово «отец». Думаю, вы правы. Я ошибся. Я же говорил вам, что я в этом деле не эксперт. Но отец не в смысле священник, а в смысле отец и его сын. Убийца сына отца Кевина. Постойте. Вы ставите под удар репутацию священника. Я попрошу вас позвонить в Ватикан и узнать, существует ли записи о том, что отца Кевина есть сын. Быстро! Или я поручу это Бэнксу? Я буду делать это в приватной обстановке. Хорошо. Билли, послушай, возможно, всё это враньё. Он один раз уже ошибся насчёт Волла. Не так уж и ошибся. Неужели всё это звучит как полное безумие? Нет, нет, он осведомлён. Просто не нужно верить ему до конца. Инспектор Палмер, на третьей линии вас спрашивает парень по имени Том. Он сказал, что знает вашу сестру. Соедините. Билли Палмер. Инспектор Палмер? Это Том Стюарт. В общем, я... Короче, я парень с Сент. Она с вами? Нет, а что? Я попросил её позвонить мне, когда она приедет, но она так и не позвонила, и я волнуюсь. Я не понимаю тебя, Том. Ну, вы же сами послали за ней в школу полицейского. Том, я никого за ней не посылала. Мне тоже показалось это подозрительным. Машина, в которую она села, не была похожа на патрульную, но я записал номера. Я соединю тебя с детективом Уэллисон. Ты ему всё расскажешь. Не вешай трубку. Уэллисон, это Билли. Переключись на вторую линию креми заявления. Билли, ты куда? Мы нашли Брайан Уолл, и с ним какая-то девушка. Составь словесный портрет моей сестры. Билли. Знаешь, сколько ты будешь гореть? Недолго. Твоя сестрёнка знает, что это я. Она придёт за тобой. А вот это нам как раз и нужно. Я прав? Ты вовремя? Сэнд, как ты? Я знаю, ты хочешь посмотреть, и я не на чём из тебя. Брось пушку. Брось пушку. Руки за спину. Руки за спину. Что, не ожидал? Брось пистолет, напарничек. Брось пистолет, живо. Давай. Давай. Я что сказал? Быстро. Продолжение следует... 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 Я не знаю, я... Я пришел... Он не существует, да? Брайсон. Я... Я остановил Брайсона. Он это ты. Боже, Брайсон. Боже. Я остановил его. Остановил. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...